аминь третьей строке мы пели пустыми чтобы ты мог нас наполнить как сосуды твоей руки пушить и сегодняшнем не все от нас отпадет что нас загружает последневном не пушить нас господь приготовит чтоб мы были действительно пустыми сосудами чтобы он мог наполнить наши сердца чтобы мы могли устоять в этом печальном мире мы псалме уже читали хвалите господа все дела его во всех местах царствования его хвали душа моя господа это все что мы можем делать ему приносить хвалу и благодарность за все то что он за на для нас уже произвел я попрошу сейчас брата баумгартнера чтоб он подошел и прочитал нам вступительное слово и с нами помолился возлюбленные братья и сестры и тоже я хочу всех которые здесь собрались и поприветствовать и всех которые подключились напрямую связь по всему миру какая милость какая привилегия то что мы все можем сходиться вместе и слушать божие святое слово если мы посмотрим в этот великий мир то мы видим что время уже почти закончилось мы уже слышали и читали в псалме 100 3 все проходит так быстро 90 псалме написано наша жизнь длится только 70 лет а если свыше то 80 мы господу сердечно благодарны за нашего возлюбленного брата франка который его в таком большом возрасте 85 лет все еще до сих пор каждое последнее воскресенье вместе вместе здесь он может стоять за этой кафедрой и нам возвещать слово свежесть прислова какая милость мы действительно привилегированный народ и можем благодарить только господа мы хотим поднять наши головы когда мы видим что вокруг нас происходит это единственное что мы можем делать мой дедушка был горным человеком и он следил всегда за погодой и когда мы были в горах и когда наступали черные тучи он всегда говорил надвигается тяжелая буря собирайте ваши вещи мы идем домой и тоже вы видим в знамениях в замене времени то что что-то наступает тяжелая буря но мы не должны бояться господь сам заберет нас отсюда и приведет нас в безопасность господь свое искупительное дело которую начал в наше время завершит господь пусть дарует милости чтобы мы могли принадлежать к его избранной пусть господь дарует милости чтобы мы использовали это сейчас время для приготовления и чтобы наши сосуды могли почистить и наполнить елеем что мы были готовы когда господь призовет свои я хочу перед молитвой прочитать слова из матфея 24 главы я попрошу чтобы мы для этого стали матфея 24 глава с 21 стиха до 44 стиха ибо тогда настанет ужасная скорбь какой еще не было от начала мира и до сих пор и какой никогда больше не будет и если бы не сократились те дни то не осталась бы никакая плоть не спаслась бы никакая плоть но ради избранных будут сокращены те дни если тогда кто-то скажет вам смотрите христос здесь или он там то не верьте ибо восстанут лжи христы и лжи пророки и сотворят великие знамения и чудеса чтобы если возможно ввести в заблуждение и избранных вот я наперед сказал вам это итак если скажут вам вот он находится в пустыне то не выходе то не ходите туда и если скажут вот он находится в комнатах то то не верьте ибо как молния исходит от востока и сверкает до запада так будет и пришествие сына человеческого ибо где лежит труп там соберутся и там соберется и орел орлы и сразу же после времени скорби той солнце померкнет и луна потеряет свет свой звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются и тогда явится на небе знамение сына человечества и тогда будут сетовать все роды земли и увидят сына человеческого на облаках небесного идущего с властью и славою великою и пошлет он ангелов своих при громком звуке труб и соберут они избранных его от четырех направлений ветра от одного конца неба до другого от смоковницы научитесь подобия как только ветви ее становятся сочными и вырастают листья то по этому узнаете что уже близко лето так и вы когда увидите все это то поэтому узнаете что она близко пред дверью истина я говорю вам не пройдет род сей пока не произойдет все это небо и земля пройдут но слова слова мои никогда не пройдут одни же том и часе никто не знает ни ангелы на небе не сын а только один отец ибо как было однажды во дни ноя так будет и при возвращении сына человеческого ибо как было во дни перед всемирным потопом когда они ели и пили женились и выходили замуж до того дня как ной вошел в ковчег и ничего не значит не замечали пока не пришел всемирный потоп и истребил всех так будет и во время возвращения сына человеческого тогда двое будут вместе на поле один будет взят а другой оставлен две будут молоть на ручной мельнице одна будет взята а другая оставлена и так бодруствуйте потому что не знаете в который день господь придет но это вам понятно что если бы хозяин дома знал в какой час ночи придет вор то он бодрствовал бы и не допустил бы вторжение в дом свой поэтому и вы будьте готовы ибо сын человеческий придет в тот час когда вы не думаете до этого места это серьезное слово двадцать четвертом стихе сказал господь иисус то что в последние дни даже если бы было бы возможно то были бы из то были бы обольщены и избраны в конце избегут только избранные мужик господь нам это дарует чтобы мы по милости принадлежали к слову невесте по милости и чтобы это слово мы могли иметь в нас и и чтобы мы могли сиять чтобы это слово могло сиять в нас мы хотим помолиться милости вы небесный отец мы благодарны тебе за это богослужение за привилегию то что мы сегодня можем находиться приходить в твое присутствие и получать хлеб жизни многие сегодня пришли загруженные и удрученные мы все полагаемся на тебя мы доверяем тебе то что ты свое слово сейчас благословишь и подтвердишь его в нашей среде как истину господь мы хотим быть в наших сердцах с тобой одно ибо ты есть слово мы хотим принадлежать к избранным которые не будут обольщены помоги нам чтобы мы не оплошали но чтоб мы соблюдали в точности твое слово чтобы никакого слова не прибавляли и не отнимали ты есть совершенное слово ты есть совершенный ты умер за нас чтобы мы не совершенные могли быть в тебе совершенными благослови и укрепи особенным образом твоего верного слугу и посланника и помашеву и всех нас силою свыше мы приносим тебе сегодняшнее собрание в твои благословенные руки покрой нас твоею кровью забери плени все что не от тебя и изгони из нашей среды будь нам всем милостив и подтвердить свое слово как истину в нашей среде во святое имя иисуса аминь давайте споем пару припевов о хочу я видеть того который умер за меня хочу прославлять его спасительное дело хочу петь на золотых улицах верь только верь верь только верь верь только верь все возможно увер только верь верь только верь верь только верь верь и иисус верь иисус из все возможно потому что иисус здесь иисус здесь иисус здесь все возможно потому что иисус здесь и еще ты достоин ты достоин ты достоин ты достоин ты достоин о господь Принять хвалу, честь и поклонение Ты достоин, о Господь Слава, слава, Аллилуйя Слава, слава, Аллилуйя Его истина бежит вперед Аминь, аминь Вы можете садиться Господу да будет принесена благодарность То, что мы можем находиться здесь И слышать Его Слово И я хочу всех поприветствовать, которые подключены на прямую связь сердечным образом И всем пожелать Божьего обильного благословения И особенный привет от брата Шмидта и от брата Тати Некоторые братья передают сердечные приветы И мы просто в Господе связаны Интернационально Связаны с друг другом Через Слово и через Духа Как кровью Искупленное множество И особенно мы хотим Поблагодарить нашего брата Джан Ламбера То, что он каждый раз приезжает в Цюрих Чтобы переводить проповедь И всех, которые Сейчас тоже в других языках переводят Пушить Бог Будет с ними И их И все они пусть будут благословлены Да, мы Уже слышали прекрасные слова Братья и сестры Так напрямую Как Господь Сейчас через свое слово С нами говорит Такого еще никогда не было И мы в Псалме Псалме уже читали И просто тоже шли В сердце с этим словом И могли во всем углубиться И Богу Господу за это благодарим И потом К Матфею 24 главе Никакому человеку Никакому проповеднику Не надо что-то для этого говорить К этому говорить В Матфеи 24 Господь сам Держал всю проповедь От самого начала до конца И то, что мы тоже читали Господь Слово за словом говорил Как мы это прочитывали Из Матфея 24 главы И сегодня Говорит Господь Слово за словом С нами И открывает нам это Через Духа Святого Братья и сестры Мы Подошли к серьезному Времени отрезка Последнее послание Мы несли До концов земли И мы знаем То, что Бог Бодруствует Над своим словом Чтобы Чтобы его Исполнить Когда время Для этого Придет Придет Бог Да благословит Пусть Брата Эдина Джентона Пусть он благословит Весь дом Нашего брата Алексея Барьера Пусть Бог Благословит всех Которые Может быть Здесь и там Немножко другого мнения Бог Господь Пусть Дарует Милости Чтобы Все Почитали Его Святое Слово И Чтобы Ничего Другому Не давали Действовать Как только Написанному Слову Которое Нам Стало Открытым Словом Как В проповеди Нашего Господа Было Уже Прочитано Избранные Не могут Быть Обольщены Они Они Были От Основания Мира Предназначены К этому Чтобы С Искупленным Быть Вечности И Братья Сестры Это Я Говорю Действительно Для Славы Божьей В Течении Всех Пятидесяти Пяти лет Ни Одного Раза Не Отходил От Слова Никогда Что-то Ничего Возвещал Что Не Было Бы Возвещено И Слова Бог Просто Даровал Милости И Нету Никакого Смешивания Есть Только Одно Или Жить Другое Два Разных Семени Сын Человеческий Сеет Доброе Семя А Доброе Семя Есть Слово Божие И Истинные Дети Божьи Принимают Слово И Получают Его Открытым А Другие Другие Жить Будут Принимать Толкование Да Даже Как Наш Господь Сказал О Харисматическом Движении Будут Производить Великие Знамения И Чудеса Это Просто Нужно Лично Раз Или Два Или Три Раза Пережить Я Действительно Это Много Много Лет Назад Сам Пережил Братья Сестры Это Никто Себе Не Может Представить Что Людям Как Людей Там Одурачивают Когда Все Люди Поднимают Руки Как Прославляют Их Валят И Делают Громкую Музыку Как Люди Приходят Наперед И Как Харисматик Говорит Потом Сила Божья Находится Здесь И Один Падает За Другим На Спину Все Падают Он Проходит Через Ряд И До Того Как Он Возложил Руки То Люди Уже Сзади Падают Назад Падают Но За Каждым Человеком Который Стоит В Молитвенном Ряду За Ним Уже Стоит Тот Который Падшего Должен Споймать И Потом Прекрасно Положить На Спину Да И Таким Образом Люди Просто Ведутся На Божным Образом В Заблуждение Христос Здесь Христос Там Нет Наш Господь И Искупитель Только Там Где Его Слово Находится Где Находится Его Воля Где Возвещается Его Воля И Тоже Производится Для Для Меня Открытое Слово Просто Стало Драгоценным И Прямым То Что Мы В Наше Время Можем Пережить И Дайте Дайте Мне К Этому Прочитать Несколько Мест Из Библии И Я хочу Начать С Даниилом 12 главы И Из Этой Главы Прочитать Только Два Стика Даниил 12 глава Здесь Мы Прочитаем 9 стих И 10 стих Даниил 12 глава 9 и 10 стих Тогда Он Ответил Пойди Даниил Ибо Эти Откровения Ибо Откровения Должны Оставаться Закрытыми И Запечатанными До Последнего Времени Это Мощное Слово Даниил Получил Все Открытым Образом 4 Мировых Царства Все Что Произойдет Ему Все Было Открыто А потом Ему Было Повелено И Сказано Закрой Запечатай Откровения До Последнего Времени До Последнего Времени А потом В 10 стихе Написано Многие Будут Отделены Очищены И Промыты Или Жить Омыты И Братья И Сестры Мы Можем Принадлежать К тем Которые Отделены Очищены И Омыты Освящены И Дальше Написано А Безбожные Будут Поступать Безбожно И Никто Из Безбожных Не Поймет Этого Никто Не Будет Для этого Иметь Уразумения Только Те Для Кого Это Уже Заранее Было Предназначено Аминь И Бог Знал Кто Примет И Потом Мы Можем Пойти До Этого Слова Запечатай И Закрой Направление В Твоих Учениках Здесь Мы Слышали В Святом Слове Божьем Запечатай Закрой Откровения До Последнего Времени И Потом Многие Будут Отделены Очищены И Освящены И Лежат Помыты Но Неверующие Не Будут Иметь Понимания Для Этого Давайте Жить будем Благодарить Бога Господа То Что Он Наше Уразумение Открыл Для Писания Я Хочу Сейчас Некоторые Места Из Библии Прочитать Галатам 3 глава 19 стих Галатам 3 глава 19 стих Для Чего Боже тогда Закон Он Был Приложен Из-за Преступлений Пока Не Придет Семя Для Которого Действительно Обетование Братья Сестры Сегодня Я Чувствую Себя Просто Водимым Духом Святым Поклась Ударения То Что Здесь Было Сказано И Во-вторых Как Мы Читали Пожалуйста Еще Раз Внимательно Слушайте Для Чего Ж Тогда Закон Он Был Приложен Из-за Преступлений Мы Бы Не Знали Что Такое Грех Если Бы Бог Не Дал Бы Закон Который Нас Обличил О Грехе И О Преступлении Но Теперь Идет Драгоценная Мысль Пока Не Придет Семя Для Которого Действительно Обетование Слово Действительно Я Хочу Просто Покласть На Это Ударение Которому Обетование Предназначено Которому Оно Действенно Считается Предназначено Не Не Впечатление Но Лично Прямое Направленное Обетование Покамись Не Придет Семя Для Которого Действительно Обетование Которому Обетование Относится Бог Дал Обетование В своем Слове И мы Есть Семя Божье Так Уверенно Как Наш Господь Искупитель Был Тем Семенем Который Уже В бытие Третьей Главы 15 Сихе Был Возвещен То Что Семя Божье Придет И Раздавит Змею Голову До Того Он Тот Семя Которому Обетование Действенно И Мы Есть Божье Семя Которое Вышло Которому Каждое Обетование Действенно Просто Считается И при этом Все останется Во веки Вечные Все Что Бог Обетовал Это Останется Стоять Небо И земля Пройдут Но Слово Останется Еще раз Пока Не придет Семя Для Которого Действительно Обетование Пока Не придет Семя Для Которого Действительно Обетование Да Будет Прославлен Наш Господь Он Обетованное Семя Он Обетованный Сын Он Обетованный Искупитель Когда Жить Время Исполнилось То Произошло Пока Не Пришло Семя Для Которого Считалось Обетование Действовало И Было Предписан И Был Предписан Через Ангелов При Содействии Посредника Пожалуйста Подумайте О Слове Относится Действительно Просто Должно Действовать И Считаться Во Веки Вечные И В первой Проповеди В Деянии Второй Главе Тридцать Девятом Стихе Петр Поклал Ударение Под Водительством Святого Духа Я Прочитаю Тридцать Девятый Стих Деяния Вторую Главу Ибо Вам Действенно Считается Вам Напротив Вас Просто Име Обетование Действительным Образом Оно Просто Считается Оно Божья Реальность Ибо Вам Действенно Относится Считается И Детям Вашим И Всем Которые Еще Стоят Вдалеке Сколько Их Не Призовет Господь Бог Наш Вы Которые Сегодня Находите Здесь Тогда Это Было Две Тысячи Лет Назад В Первой Проповеди И Детям Вашим И Всем До Тебя И До Меня До Нас И Всем Которые Еще Стоят Вдалеке Сколько Их Не Призовет Господь Бог Ваш По Милости Не Просто Призвал Но Избрал Нам Относится Здесь Считается Каждое Обетование Божье И Братья И Сестры Как Часто Мы Уже Клали На Это Ударение То Что Новый Завет Начал Начался С Исполнением Обетований Из Старого Завета И Потом Мы Можем Дальше Прочитать В Галатам Третьей Главе Шестнадцатом Стихе Галатам Третья Глава Шестнадцатый Стих Но Аврааму Из Семени Его Обетования Были Обещаны Не Сказано И Семенам В Множественном Числе Но С Ссылкой На Одного Единственного И Семени Твоему А Это Христос Да Будет Прославлен Наш Господь И Поэтому Павел Мог Во втором Коринфине В первой Главе Написать Ибо На все Обетования Божьи В Нем Пребывает Да И Поэтому Через Него Следует Так Жить И Аминь И Это Происходит Через Нас Которые Мы В этом Времени Приняли От полного Сердца Обетование Божие И Можем Верить От полной Души В Бытие Третьей Главе Я уже Упоминал В пятнадцатом Сихе Написано И Я Я Положу Вражду Бытие 3.15 И Я Положу Вражду Между Тобою И Женою И Между Семенем Твоим И Семенем Ее Оно Наступит Тебе На голову А Ты Ужалишь Его В пяту И Это мы Тоже Здесь Уже Говорили Не В колено Или Не В бедро Но В пяту Чтобы Наш Господь Только Мог Только Повернуть Пяту И Голова Змея Была Раздавлена Жало Смерти Было Вынуто Наш Господь Уже В Старом Завете Использовал Примеры Которые Мы Можем Проследить И Хорошо Понять И Потом В Псалме В 22 31 Стихе И 32 Стихе Мы читаем Семя Его Будет Служить Ему Здесь Во множественном Числе Сначала О нем Нашем Господе Искупителе Как О том Семени В единственном Числе А потом О Искупленной Его Семя Будет Ему Служить О Все Господи Будут Рассказывать Будущему Роду Они Придут И Возвестят Праведность Народу Его Который Еще Родится Что Он Совершил Это Здесь Уже Искупление Прощение Примирение И То Что На кресте На Голгофе Еще Должно Произойти Уже Заранее Было Сказано Народу Народу Который Еще Родится Который Заново Родится Который Будет Очищен Освещен Омыт И Приготовлен Для Славного Дня Возвращения Иисуса Христа Нашего Господа И Потом В Исаии 53 Главе 10 Стихе Прочитаем И Исаия 53 Глава 10 Стих Но Господу Было Угодно Поразить Его Болезнью Когда Жить Он Жизнь Свою Отдаст В умилостивление То Он Увидит Семя И Будет Жить Долгие Дни И Воля Господня Будет Возрастать Через Него Здесь Нам напрямую Говорится То Что На кресте На Голгофе Произошло Он Дал Умилостивление Примирение Милость Спасение И мы Могли Это Принять И Потом В Луке Восьмой Главы В Одиннадцатом Стихе Написано Еще до сих пор Драгоцен Драгоценные Слова Лука Лука Восьмая Глава Одиннадцатый Стих А вот Значение Этой Притчи Семя Есть Слово Божье Аллилуйя Да Будет Прославлен Наш Господь Так Уверена Как В нашем Возлюбленном Искупителе Все Писание Исполнилось Которое Относилось К Нему Точно Так же Уверена В нас Все Придет В исполнение То Что Господь Нам По милости Обетовал И потом Мы можем Из Матфея 3 Одиннадцатый Стих Прочитать Где Муж Божий Сказал Я крещу Вас Только водою Для покаяния А тот Который Придет После меня Он Сильнее Чем я И я Не достоин Развязать Ему Обувь Он Будет Воскрестить Духом Святым И огнем Уже Это обетование И все Обетования Которые Господь Нам В своем Слове Дал Пожалуйста Никто 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 Ничего Прибавить К нему И ничто Не отнять От него Наш Господь Сказал Это Есть Новый Завет В моей Крови Новый Завет Новый Тестамент Сделал И Каждое Обетование Считается Действенно Абсолютно Невзирая На испытания Через Которые Мы Проходим Аминь Несмотря На то Что Другие Говорят О нас Мы Ведь В Данииле 12 Главе Уже Читали Мудрые Будут На это Замечать А Безбожные Не будут Не иметь Никакого Уразумения И Давайте Подойдем К Новому Завету К Луке Первой Главы Чтобы Нам Показать Как Новый Завет Начался И Как Обетование Из Старого Завета Нашли Своё Исполнение Я Каждый Раз Заново Поражен О Точности Слова Божьего И Обетование Старого Завета И Об Исполнение Нового Завета В Новом Завете Просто Мощно Мощно И Пожалуйста Подумайте Сейчас Об этом Что В Исаии С Сороковой Главы В третьем Сихе Написано Было 800 лет До Христа Пророк Исаия Да Пророчествовал Голос Прозвучит В пустыне Приготовьте Господу Путь Выровняйте Пути Для Нашего Бога И 400 лет До Христа Малахия Пророчествовал Вот Я посылаю Моего Слугу Предо Мною Который Приготовит Предо Мною Путь И Потом Мы Подойдем К Луки Первой Главе Когда Жить Исполнилось Время Пришел Ангел Гавриил И Говорил Захарии И Дал Ему Обетование О Рождении Иоанна Крестителя Который Пойдет Пред Господом В силе Илии И Потом Я хочу Прочитать Только Два Стиха Приподнять Здесь Плуки Первой Главы Здесь Написано В Шестнадцатом Стихе Многих И Сыновей Израилевых Он Приведет Назад Господу Богу И И Теперь Идет То Предложение Которое Я хочу Просто От Сердца Подчеркнуть Приподнять И Покласть На это Ударение Что Здесь В Семнадцатом Стихе Написано О Иоанне Крестителе И Он Есть Тот Аминь И Он Есть Тот Никто Другой И Он Есть Тот И Дальше Прочитаем Прочитаем Вести И Непослушный К Образу Мыслей Праведных Чтобы Сотворить Господу Народ Приготовленный Когда я Этот Стих Сегодня Утром Читал И Он Есть Тот На Которого Оба Библейские Пророчества Исайя Сорок Третий Стих Малахия Три Один В нем Они Пришли В Исполнение И Он Есть Тот Никто Другой Он Божье Призвание Божье Послание Божье Поручение И Законы И Пророки Были До Иоанна И Он Мог Возвещать Царство Божие И Он Есть Тот Тот Человек Который Был Предназначен Для Того Чтобы Приготовить Господу Путь Чтобы Сердца Детей Божьих Привести Назад Господу И Все Привести В Должное Состояние И Для Этого Мы Можем Из Марка 9 12 Стих Прочитать Илья Придет Прежде Относительно К Нашему Времени И Все Приведет В Должное Состояние И Мы Можем Перед Божьим Лицом Засвидетельствовать То, что Второе Пророчество Которое Перед Вторым Пришествием Христа Нашло Своё Исполнение Нам По Милости Стало Открытым Аминь И Мы Можем Что Касается Служения Брата Бранхама Просто Сказать И Он Есть Тот И Он Был И Он Есть Тот Которого Господь Послал Перед Возвращением Иисуса Христа Чтобы Наши Сердца Привести К Богу И К Слову Назад Я Скажу Еще Раз Когда Я Сегодня Это Рано Утром Прочитал Это Меня Просто Побудило И Он Есть Тот Муж Посланный Богом С Посланием С Божьим Поручением Богу Привести Привести Приготовленный Народ В наше Время Вы Знаете Я С 1949 Года Переживал Все эти Интернациональные Пятидесяческие Конференции Я Был Везде Где Это Было Только Возможно Было Много Великих Евангелистов Но И Здесь Идет Кто Из Них Слышал Голос Господень Кто Из Них Имел Прямое Поручение Призвание Кому И через Кого Пришло В Исполнение И мы Можем Сегодня Перед Лицом Божьим Так Уверенно Сказать Как Здесь Сказано О Иоанне Крестителе И Он Есть Тот Который Приготовит Господу Народ Он Есть Тот Которому Божье Поручение Исполнил И служение Исполнил И таким образом мы можем силу Божьего призвания сказать, когда в 1933 году сверхъестественное явление произошло, и сверхъестественный свет облака сошел вниз, что все могли действительно видеть, и завис над братом Ранковым. И этот мощный голос с шумом, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так будешь ты послан с посланием, которое будет пришествовать второму пришествию Христа. Братья и сестры, и Он есть Тот, Он есть Тот, Который был. Мы можем сегодня сказать то же самое, то же самое повторить, с той же самой уверенностью, как оно произошло тогда. Тогда произошло сверхъестественное. Да. И что жить произошло в наше время? Если мы здесь читаем о Иоанне Крестителе, об его отце Захарии, ангел Гавриил сошел вниз и говорил Захарии, сверхъестественное сопровождало исполнение библейского обетования. Бог открывает Своё Слово, и все, которые от Бога слушают Божье Слово, верят Ему и принимают Его. Я уверен, что мы все, которые нашли милость у Бога, не прославляем никакого человека, но всю честь и славу воздаем Единому Богу, который от вечности к вечности. Но мы не будем проходить мимо того, то, что Бог для этого времени, для спасительной истории, для завершения предназначил. Мы не будем проходить мимо, но просто будем принимать. И скажем это еще раз. Если же пророку Даниилу было сказано, запечатай откровение, поклади под замок до последнего времени, и потом, и потом приходит поручение. Отправься в Арицону, ибо семь печати должны быть открыты. Братья и сестры, это не теория, это Божья реальность. Это ведь произошло. Господу да будет принесена благодарность за это. Мы действительно, водительство, во все тайны Божьи были введены, которые были скрыты от создания мира. Получили их, по милости, открытыми. О чем сегодня идет речь у нас? Чтобы мы Богу, Господу приносили честь. То, что мы принадлежим к избранным, которые освящены, очищены и отделены, которые не принадлежат к безбожным, которые просто насмехаются и проходят мимо, но принадлежим к тем, которые нашли милость у Бога. И я скажу еще раз, когда это я сегодня читал, и Он есть Тот. Он есть Тот, и Он был тогда тем, который был послан Богом. как исполнение того, что Бог обетовал. И Он приготовил Господу народ. И точно так жить оно в наше время. Бог своего слугу и пророка послал. Он есть Тот, Он был тем, которого Бог особенным образом для этого мог использовать. Все, что было сокрыто, чтобы можно было открыть, покрывало, ведь было убрано. и мы можем по милости войти во Святое Святых. Ковчег Завета открыт. Слово стало открытым. Бог говорил с нами, и мы распознали то, что для нашего времени было обетовано, и то, что в наше время произошло. И только еще одна мысль. В прошлые дни или же в прошлые недели я Иоанна 8, 9 и 10 главу особенным образом внимательно читал. И еще раз прочитал все 22 главы Откровения. Просто в молитве потихоньку читал. Просто мощно. Но что я хочу еще коротко упомянуть, особенно из Иоанна 10 главы. когда нашему Господу и Искупителю предъявили богохульство. Ты, который только человек, делаешь себя Богом. Мы все знаем это местописание. И это просто меня так сильно опечалило. То, что то поколение не имело никакого водительства в план Божий. То, что они не были введены. То, что Исайя 7, 14, Исайя 9, 5 и 6 стих нашли свое исполнение. Никакого водительства книжники имели свои традиции. Но никакого откровения, никакого водительства в спасительный план нашего Бога. Знаете вы, что это для меня все значит. И я не осуждаю. Но пройдите от общины к общине. От церкви к церкви. Где вообще водительство в спасительный план Божий? Где обетования для этого времени вообще еще принимаются? Благодарность да будет принесена нашему Господу и Богу за его драгоценное и святое слово и за прямое водительство во все библейские места, которые пришли к исполнению и тоже дальше будут приходить в исполнение. Пожалуйста, вспоминайте слово. Вспоминайте слово, как мы читали, Которому обетование действенно. И Кому считается обетование? Которому Господь его дал. И Кому он дал его? В первую очередь Аврааму. И Авраам поверил. И теперь семени Аврааму. Я поставлю тебя отцом многих народов. все истиноверущие принимают Божьи обетования. Им действенно считается то, что Бог в Слове написал. И мы уже из первой проповеди Петра упомянули. И вам считается обетование. Обетование относится, имеет силу пусть все проходят мимо. Но если ты избран, если ты дитя Божье, заново рожден к вечной надежде, имеешь связь к Богу через веру в совершенное искупительное тело на кресте на Голгофе, братья и сестры, это мы можем каждому сегодня сказать, как это было тогда сказано. Ибо вам, вы, которые пришли к вере, относится, действенно, считается обетование. И поэтому мы благодарны за то, что Бог в наше время произвел. Он не просто дал обетование, я пошлю вам пророка, но он обетование в наше время исполнил. И мы можем прочитать и увидеть то, что все стопроцентно со Святым Писанием соответствует. Я просто поражен. А всем том, что Бог запланировал, поражен то, что Он нас через Духа Святого поставил на почву откровения. И то, что мы остались в трезвом образе, не имеем никаких особенных учений, не кладем никаких ударений, особенных на библейскую тему, но все уравновешено в гармонии возвещаем народу Божьему. и мы можем все заново класть ударения. Обетования Божьи действенны на роже Божьему, считаются во веки вечными. И еще раз, второе Коринфянам, первая глава, ибо на все обетования Божьи в нем пребывает в нашем искупителе. Да, и аминь. Возвещение и исполнение. И мы можем в это время от сердца верить и принимать и принадлежать к тем, которые отделены, которые очищены, которые освящены и омыты. И чтобы для славного дня возвращения Иисуса Христа быть приготовленными нашему Богу, Богу Авраама, Исаака и Якова, Богу Израиля, нашему Богу, который в наше время, да, можно сказать, взял себе время, чтобы говорить со своим слугой и пророком. Взял себе время, чтобы сверхъестественным образом касалось ли это пирамиды в облаке, как брат Брандхам сказал, семь ангелов находились в этом облаке. И потом тот, который по правую стоял, говорил к нему, это просто сверхъестественное произошло в наше время. И как раз там, 28 февраля 1963 года Божье поручение, возвращайся в Джефферсон Вилл, ибо семь печатей должны быть открыты. Как я могу еще ко всем подробностям сейчас подойти? Я ведь все мог частично пережить по милости, как Бог все действительно вел и сопровождал. И тоже это возлюбленные братья и сестры. просто мощно. То, что Бог Господь позаботился обо всем. И тоже это я читал, когда брат Брандхам сказал в седьмой печати послание пойдет в другую страну. Бог все вещи, Бог все вещи заранее уже сказал. и после открытия печати брат Брандхам ни в какой другой стране больше не проповедовал. Он послание не нес ни в какую другую страну. Ему было поручено послание принести, которое будет предшествовать второму предшествию Христа. но только после его отшествия домой Божье послание понеслось по всему миру. И мы взираем сейчас назад и благодарим нашего Бога, нашему Богу за милость, то, что последнее послание достигло концов земли. и как брат Баумгартнер зачитывал день и час никто не знает, но как написано когда вы увидите то, что все это приходит в исполнение, то поднимите ваши головы ввысь, ибо вы знаете то, что ваше искупление приближается. И мы можем сказать Маранафа, Приди Господь Иисус. Могу ли я спросить, верите ли вы все в Божие послание и в Слово Аминь. Давайте встанем. Давайте споем вместе, каков я есть, таков я должен быть. Каков я есть, так оно должно быть. не моя сила, но только ты один. Твоя кровь умывает меня от грехов. О, Божий агонец, я иду. Я иду. когда мы пребудем в молитве, то дайте мне спросить, есть ли у нас братья и сестры, которые новые, которые еще никогда не слышали то, что Бог обетовал для этого времени и произвел, и еще производят. Братья и сестры, я надеюсь, то, что вы поймете меня, но я просто поражен о милости Божьей, о водительстве в Божий спасительный план. Я скажу это еще раз, как тогда это было сказано и как написано, Он есть Тот, к Которому относится Слово. Слово Писания пришло в исполнение, Бог бодрствует над Своим Словом, и это произошло то, что Он обетовал в начале, при первом пришествии Христа, от первого момента исполнения библейского пророчества. И точно так же мы можем сейчас в конце милостивого времени пережить. Мы можем быть очевидцами и свидетелями того, что Бог обетовал и то, что Он в данный момент производит. И для вашей информации для этого Бог даровал милости. То, что мы могли подписать заново договор, то, что мы в 72 странах, самое главное, во всем арабском мире и вокруг этого в 72 странах можем вещать последнее послание. И по повествованию вещателя это примерно между 10 и 12 миллионов, которые слушают и которые видят. Братья и сестры, и там, где мы лично не можем проникнуть, туда проникает, приходит послание и последние выводятся, достигаются. Бог открыл все двери, просто даровал милости без того, чтобы мы что-то сами делали. И мы можем иметь участие, прямое участие в том, что Бог делает в данный момент. Как мы закроем сейчас глаза и помолимся? Я хочу спросить некоторых, есть ли здесь некоторые, которые имеют нужды, которые имеют молитвенные просьбы, которые мы могли бы принести Господу? Дайте мне увидеть ваши руки. О, Господь видит, Господь видит, Господь видит. Господь всемогущий Бог, мы верим твоему святому слову. Мы верим обетованию, которое ты нам дал. Где двое или трое станут одно, там посреди них и ты. Ты дал обетование. Я буду у вас, буду с вами до скончания мира. Ты дал обетование. То, что Евангелие о Царстве Божьем будет возвещено для свидетельства всем народам. Ты дал обетование. Закрой откровение. поклади под замок и запечатай до последнего времени. И мы по милости распознали то, что все, что было запечатано, все, что было скрыто, Бог нам открыл. Да будет прославлен наш Господь и наш Бог в наше время. библейское пророчество пришло в исполнение. И мы видим, кто был предназначен для этого Господом и был использован, чтобы открыть печати и чтобы нам дать водительство во все тайны Божьи по милости. братья и сестры, это особенная милость сейчас жить, быть отделенным, очищенным, освященным, омытым. И наше личное приготовление произвести для славного дня возвращения Иисуса Христа по милости пережить. И братья и сестры, если я здесь еще раз для славы Божьей могу сказать и тоже мне Господь дал направление поручения и особенно в январе 1981 года увидеть дал мне восхищение пережить множество одетая в белом одеянии, все были молодые и мы были взяты ввысь. Братья и сестры, я Господу был сказал, я поручение, которое ты мне дал, идти от города в город и возвещать твое слово, буду исполнять и раздавать пищу, это я буду делать. Даруй мне милости к этому, и точно так жить я в молитве Господу сказал, пусть жить все, которые слушают твое слово из моих уст и будут этому верить, чтобы они участвовали там, когда ты возвратишься, чтобы твоих забрать. Я верю, то, что мы принадлежим к избранным, которые действительно отделенные, очищены, освящены и омыты. Освяти их в слове твоем, да, в твоей истине, твое слово есть истина. возлюбленный Господь, по милости ты сегодня каждому в отдельности даровал откровения. А кто еще этого не видел, тот видит это сегодня, тот видит это сейчас, то, что ты в наше время исполнил обетование, и мы благодарны тебе все вместе за посланника, за послание, и мы благодарны тебе за привилегию, то, что мы можем в твоем славном имени возвещать твое слово, и то, что и все, которые от Бога слушают твой голос и твое слово, выходят, отделяются, чтобы быть собственной, собственностью Божией. Возлюбленный Господь, я посвящаю тебе твою посвященную церковь, искупленное множество через твое драгоценное и святую кровь, оправдана, очищена, освящена, и я благодарю тебя, то, что мы имеем полное участие в том, что в данный момент в твоем царстве происходит. Благослови все, которые сейчас подключены на прямую связь, все, которые слушают. Да, пусть жить это весь мир услышит. Кто это был, который в наше время был предназначен Богом? Перед возвращением Господа принести последнее послание. Возлюбленный Господь, еще раз мы благодарим тебя за искупление, за прощение, за милость и за спасение. И вместе мы благодарим тебя. То, что ты открыл наше уразумение к Писанию, то, что все вопросы были отвечены, и то, что ты вел нас во всякую истину. Тебе, всемогущему Богу, верному мы говорим благодарность во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Пожить, еще два-три брата подойдут и поблагодарят Господа. Кто хочет подойти, будьте добры, просто поблагодарить Господа. Возлюбленные братья, возлюбленные сестры, если я уж стою здесь впереди, то я хочу передать сердечные приветы от брата и сестры Деньшон Джентона, брат и сестры Вера. Вера и моя жена были 10 дней в Калабрии. Мы имели два собрания в Калабрии и три собрания в Цицилии, в Италии. Все братья и сестры из Калабрии и Цицилии передают вам сердечные приветы. Я знаю то, что они сегодня слушают и то, что они видят. Это я знаю. Мы хотим еще помолиться и поблагодарить. Да, верный Господь. Что мы можем делать? Это мы делаем. Тебя прославлять и приносить всю честь. Господь Иисус, Ты есть сеятель, Ты посеял Твое Слово в наших сердцах. Оно взошло, Господь. Мы благодарны Тебе за это. То, что мы Твое истинное Слово могли принять. Господь Иисус, я могу Тебя только благодарить и прославлять и хвалить. Благослови весь Твой народ на севере, на юге, на востоке или западе. Ты знаешь Твоих. Благослови их. И мы просим за всех служащих братьев, которые Твое Слово в истине несут. Благослови их. Даруй им мудрости и укрепи их. И особенно просим собрата Франка. Благослови его, укрепи его, ибо он нуждается в Твоей помощи. И мы знаем, ты будешь с ним. Мы благодарны Тебе, верный Господь, за Твою милость, за Твою благодать, которую мы все заново можем получать от Тебя. Господь Иисус, благослови нас сейчас, когда мы разойдемся. Пусть мы будем светом на пути, и мы благодарны Тебе то, что мы можем уйти с благословением домой. Аминь. Спасибо. Вы можете садиться. Кто скажет еще какую-нибудь песню, чтобы мы могли спеть? Самое лучшее это, наверное, Господь Ты произвел великое в нас. Кто знает, какая это песня? Седьмая. Спасибо за молитву, возлюбленный брат. Господь сказал, я буду вас нести, пока вы будете 70 или 80. И теперь мне будет уже 85, и он все будет нести. Итак, споем вместе. Песня номер семь. Господь Ты произвел великое в нас здесь. Восклицая в пыли, мы поклоняемся Тебе. Прославляем силу силу Твоей милости совместно. Ты есть верный друг наших душ. Слава Тебе, только Иисусу. Слава Тебе, только Иисусу. Иисусу. что имеет дыхание, да, подтвердит. Слава Иисусу. Да, только Иисусу одному. коронуй твоим детям голову. Покажи без покрытия каждому в отдельности, кто верит. Ходишь в кругах твоих то, что каждый может тебя прочувствовать. слава Тебе, Иисусу одному. Слава Тебе, Иисусу одному. Все, что имеет дыхание, да, подтвердит. Слава Иисусу. Да, Иисусу одному. Царь сердец, Ты искупил нас и крестил нас духом и огнем. Возьми нас полностью с телом и с душой. мы есть Твои во веки вечные. Иммануил. слава Тебе, Иисусу одному. Слава Тебе, Иисусу одному. все, что имеет дыхание, да, подтвердит. Слава Иисусу. Да, Иисусу одному. Пройди через землю, о, спаситель мира, склони все, что противится еще тебе. Пробуди спящих грешников как можно быстрее. Слава Тебе, Иисусу одному. Все, что имеет дыхание, да, подтвердит. Да, Иисусу одному. Это будет слава. Это будет слава. Это будет слава. Иисусу. Иисусу. оно будет. Брат Баумгартен, подойди и поблагодарить с нами, Господа. Пожалуйста, примите это сегодня собою. обетование. Обетование действенно тебе, считается тебе и мне. драгоценный небесный отец, от полного сердца благодарю я тебя за обильный благословенный день, который ты нам даровал сегодня. за милостивый день, за день спасения, за это время, где мы можем приготовиться. Господь, ты заплатил дорогую цену. Мы не хотим забыть того, что ты произвел для нас. Ты исцелил все наши болезни и всю нашу вину простил. Ты искупил нашу жизнь от проклятия, и короновал нас милостью и благодатью. Мы благодарны тебе за твое драгоценное святое слово и за откровение, уразумение, которое ты нам даровал, за откровение. Мы благодарны тебе за все обетования, они действуют нам. Мы слышали, они относятся, имеют силу к нам. Мы благодарны тебе от полного сердца, Господь. Мы хотим цель достичь твоей милости, твоей помощью. Помоги нам, чтоб мы долго терпели, устояли. Мы все хотим предпринять, чтоб мы были там. Мы благодарны тебе от полного сердца. Помоги нам, помоги нашей слабости. Забери все, что мешает, что в нас еще находится. Наполни нас твоим духом. Мы благодарны тебе от полного сердца. благослови нашего возлюбленного брата Франка и восстанови его, укрепи и умножь его силу, чтоб работа еще могла дальше продолжаться, которую нужно делать. Благослови нас всех вместе здесь. Сохрани нас на пути домой в твоей милости, в твоем слове, в твоей любви, в твоей благодати, во святое имя Иисуса. Аминь. Вспоминайте меня в ваших молитвах за ноябрь. Вообще-то запланировано большое собрание в Пакистане. в первый раз мне не дали визу, мы уже второй раз подали заявку, там уже заарендован стадион с 15 тысяч мест, и пусть Бог дарует милости, чтобы я получил визу. Вы знаете, это исламская страна, но Бог может тоже даровать там милости, открыть сердца и двери. Вспоминайте меня в ваших молитвах. Это много. Что мне нужно нести, это много. то, что меня побуждает. Вспоминайте меня в ваших молитвах. Еще раз мы хотим вместе поблагодарить. Возлюбленный Господь, ты вечно пребывающий Бог. Прими благодарность, прими благодарность за кровь Нового Завета. Прими благодарность за твое драгоценное и Святое Слово. прими благодарность за Святого Духа, который нас ведет во всякую истину. Прими благодарность за вызов, за приготовление Твоей Церкви. Прими благодарность за всех, которые сейчас верят, которые принимают и которые получают открытым образом возлюбленный Господь. Мы ожидаем Твоего явления и мы возлюбили его, как написано, все, которые возлюбили Твое явление. Возлюбленный Господь, как невеста, ожидает свадебного дня, точно так же ожидает Твоя невеста, возлюбленный Господь. Приди, как мне жених. Как в Матфеи 25 главе написано, вот, жених идет, возлюбленный Господь, Ты есть жених, Ты есть наш жених, и мы можем быть Твоей невестой. О, Господь, да будет прославлено Твое прекрасное, славное и святое имя, и мы благодарны Тебе за Твою милость и верность, за все, да будет принесна Тебе благодарность во святое имя Иисуса. И тоже, что касается Пакистана, мы приносим Тебе, если это в Твоей воле, то пусть это произойдет для прославления Твоего имени. Все мы можем Тебе сказать и знаем. Твоя воля да произойдет как в небе, так и на земле. Да да святится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да произойдет воля Твоя со всеми нами по милости. И я прошу Тебя, возлюбленный Господь, то, что сегодня, чтобы сегодня все, без исключения, ушли с благословением. И все, которые были подключены на прямую связь, чтобы были благословлены по великой Твоей милости. Еще раз сердечная благодарность то, что мы могли здесь сегодня находиться и слышать Твое драгоценное и Святое Слово и верить и заново Тебя пережить. Возвысь, подними свое лицо над нами всеми и даруй нам Твоего мира и Твоего благословения во святое имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Честь и слава. Аллилуйя. Честь и слава. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Честь и слава. Господь благослови нас сейчас. Аминь. Идите с благословением укрепленными. Бог да благословит нас всех. Каждый даст руку друг другу. Аминь. руку индивидуя. Аллилуйя. Диана.